привет друзья зацвел у меня еще вот такой вот кота сету покупала его как гибрид это уже не первое вот цветение но растение было слегка ослаблено и пока оно пришло в себя вот только сейчас у меня более-менее нарастила хоть какие-то бульбочки покрупнее до этого он был совсем такой никакой цветет он в этом году почему-то с невызревшие бульбы обычно созрелой бульбы цел красивый такая губа у него лаковая пятнистая цвет такой интересный было у него три бутона но второй есть еще но он уже он очень быстро в этом году отцветает и один бутон он усушил усушил видимо я так поняла потому что у нас было очень очень жарко и видимо не по сезону он стал растить цветонос как раз в жару и вот один бутончик он усушил самый первый но зато вот этот вот вот эти два бутона распустились я думала не процветет есть у него там еще какая-то пипка не знаю может быть новый рост может быть еще один цветонос потому что по идее еще время ему есть подсвести бульба еще не вызрела до конца вот вот такой красавец но пока пышных цветений я от него не видела вот все время один-два цветка это вот по моему третье цветение он пытался получается тремя цветами процвести но не процветал название я его озвучивать не буду как гибрид какой я покупала потому что по моему он немного другого другого плана может быть какой-то пересорт попался но он мне нравится хорошенький такой яркий цветы у него тоже такие не мелкие но я думаю что если в этом побольше окрепнет уже то он будет еще пышнее еще больше цветы будут я так думаю и цветов будет больше по количеству пока только разрастается в этом году я его еще отделяла часть там самые такие мелкие не особо хорошенькие бульбы я их убрала они кстати тоже дали деток если что то позже покажу как у меня это все происходит добавлю сюда наверно позже запишу видео просто хотела показать пока не отсвел смотрите какой хорошенький глянец такой прям красивый и пятносечки вот эти вот пятнышки краб красивый по губе такой расползает друзья ну вот говорила что да запишу дальше видео про морковки ну потому что сами растения мне кажется достаточно такими интересными как по мне так одни из самых необычных орхидей это орхидеи морковки катасиэтомы там армадесы цехнадесы очень красивые очень необычные и на самом деле в них не только вот сами цветы ну кажется как бы необычными и очень интересными по форме допустим но и само растение имеет такие ряд особенностей которые кстати какой глянец красивый она как мякоть какого-то фрукта что ли внутри и то же время и глянцевая губа и в то же время вот этот вот момент в зеве в самом вот ну к чему я но и само растение имеет ряд очень интересных особенностей это вот сейчас еще один мой катасиэтом пилатиум цветет это один из моих самых первых катасиэтомов по моему он даже и зацвел у меня самым первым было там три бутона ну я как всегда немножко опоздала один уже отцвел но зато вот эти крупненькие такие хорошие цветочки ну немножко расскажу этот морковыш я собиралась делить и я поделила свой мега куст но тут как бы если посмотреть то можно было бы еще делить ну не стала его сильно чекрыжить пускай будет питание у него запас питания и он вот надумал цвести хотя я не думал что после деления захочет но процвел и даже растит еще один цветонос теперь это может быть долгая эпопея с цветениями вот такой вот красивенький и неприхотливый в цветении зацветает он достаточно легко и цветет он вот начиная с конца лета и может даже и зимой цвести достаточно долго бульбы у него в этот год ну вот это вот новая бульба получилось конечно скажем так не очень-то толстенькая у нее еще конечно есть время набрать массу но в сравнении с тем что было раньше там вот видно старую бульбу ведь какая большая она была внизу ну я думаю надеюсь что следующие бульбы он будет растить гораздо крупнее а сейчас я хотела показать один такой интересный момент который ну мне лично показался интересным сейчас покажу вот они мои ясли морковные ну вот тут у меня как обычно не без приключений дочина это крыса она мне уже честно говоря поднадоела когда одно время вот она съела весь букет мы и вот этой вот гуаритонии а в этот раз добралась до моих яселек морковных и это на не то что их погрызла она отделила вот эти вот растущие видите какие хорошие которые уже были детки и 2 из них она оторвала от материнского материнской бульбы ну что означает скорее всего они могут и не выжить хотя у них есть небольшие корни но первый год пока бульба формируется ее нежелательно отделять от материнской поэтому они у меня как бы год первый раз тут прям вот а уже когда появляется второй рост тогда я уже отделяю сажу в отдельный стакан так вот о чем я посмотрите какая вот допустим вот это была заморщенная бульба она прям просто во первых она очень маленькая но вот видите и вот этот вот детеныш так неплохо видно вот этот вот он вырос на ней и вот крыса его как раз таки это драла а вот именно растущий сейчас то что она не успела отчекрыжить тоже это бульба моей манерары которая у меня неожиданно абсолютно почему-то загнила и вот я срезала бульбы насколько они были живые и положила сначала просто в сухую мисочку в коробочку поставил на подоконник и они она валялась почти год наверное девчонки многие говорят да все уже наверно можно выкинуть я говорю нет не буду выкидывать и вот она мне стала давать деток притом деток она мне на выращивала с каждой почки тут вот сейчас попробую приблизить вот здесь видите это я уже отделяла и вырастила я уже достаточно большую вот в этом году она зацвела но сейчас тоже про нее покажу но я о чем не надо спешить вот ну то есть если у вас от растения остались обрубки вот такие прям просто отрезанная частично бульба без низа вообще не торопитесь ее выкидывать если вам дорого это растение можно ее просто вот игру положить и ждать весны весной на ней весной или летом на ней обязательно проснуться почки ну жаль конечно что крыса мне их отчикры желаете новые красивые уже такие рост и вот этот ну не знаю может быть выживет но это сомнительно потому что она первый год желательно все же чтобы они были на материнской бульбе вот так вот бывает что растут они и многие отчаиваются сразу выкидывают все если видят что низ сгнил у растения вниз бульбы некоторые прям сразу раз выкидывают не надо выкидывать можно растение восстановить и я сейчас покажу пример того как как раз таки я восстановила вот именно вот с этой вот бульбочки сейчас покажу это была моя манерара millennium magic она у меня процвела и почему-то резко растение испортилось что там пошла гниль какая-то и я ее вот как раз таки обрезала бульбу и растила на ней деток и сейчас покажу вот это как раз вот это вот она и есть ой провод зацепился от микрофона это вот как раз детка выращенная вот с той самой бульбы видите какая она уже хорошая это одна из первых деток которую я себе оставляла то вот она уже за это время представьте сколько она у меня уже там валяется это она уже там лежит года три не не меньше если не четыре года и она регулярно дает деток там то есть пока почки уже ну не закончатся на той старой вот на этой бульбе которая там валяется она так и будет давать детей поэтому и вот из нее я вырастила восстановила растение теперь вот такой красивый кабачок но тут такая ерунда он собрался цвести и я так вроде и обрадовалась но получилось так что я привозила давно с таиланда удобрения и я что-то решила его попробовать думаю дай-ка морковкам положу каждой там такие как бочоночки их ложишь и они вот получается со временем их размывает не асмокот это такое как прессованный просто какой-то граммула такая большая вот положила и у меня в этом году вместо красивого домашнего цветения моя манерара выдала вот такое вот уродство часть бутонов вот тут видите были еще бутоны часть бутонов она усушила а часть бутонов вот развилась вот в таких вот страшненьких мутантов черного цвета вот кстати здесь наверное будет все равно видно что манерара по цвету гораздо темнее чем фред кларкиара black перу очень черная она гораздо чернее но к сожалению вот видите вместо цветения нормального у нас получились кракозябры поэтому вот с тайскими удобрениями мне у них больше всего понравилось из удобрений это вы b6 по моему называется у них там несколько вариаций но это просто группа витаминов которые там собраны и потом как подкормка используются витамины в этом еще что-то вот такие вот страшилки получились к сожалению вместо цветочков ну и опять же я все же надеюсь что по времени у нее еще тоже как бы время цветения она и осенью может зацвести ну и поэтому я надеюсь что может быть еще будут цветочные почки может быть она все же разовьет нормальные бутоны потому что само растение нормально она у меня цвело нот которая первичная была вот это вот из которого выращена вот это растение она цвело нормально очень красиво я его уже показывала где-то фотографии вставляла поэтому я все же рассчитываю на то что она еще покажет себя может быть и не в этом году но хотелось бы конечно в этом а так еще по морковочкам потом покажу кое-что я думаю надеюсь что если все будет нормально то покажу еще кое-что интересное про морковки но суть сегодняшнего видео скорее не там не то чтобы посмотреть какую-то красоту морковную пока что а именно что ребят не бойтесь пытаться восстановить растение они достаточно легко вот по такому же методу я дендробиумы восстанавливаю только дендробиумы нобели допустим я ложу сразу на мох а вот именно морковочки я ложу сначала просто сухой контейнер без мха без ничего я их не поливаю а уже когда просыпаются почки начинают расти корни я их получается уже начинаю поливать активно и они там растят тут корешки и видно здесь корень растет достаточно легко восстанавливаются я уже ни одной ну ни одну морковь вот так вот как бы бывает неудачно отделишь допустим да ну то есть бульба дает ну садишь и укоренять как положено стоя вертикально она допустим дает рост новый где-нибудь середины тоже я ее ничего не расстраиваюсь просто ложу ее на субстрат на мох в данном случае и вот так вот восстанавливаю это уже игру не первый раз что если что-то пошло там не совсем как запланировано поэтому ну вот интересные же они на самом деле посмотрите какие чудеса творят казалось бы это кусок это не целая бульба это просто вот кусок отрезанный он уже мне несколько лет плодит деток вот поэтому говорю что моркови очень интересные мне нравится как они растут как они развиваются то что вот вроде такая стоит худышка 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 потом раз уж такой бочонок преобразуется красиво и интересно вот ну про морковочки все я хотела еще вот про него показать то есть я его уже показывала это вот как раз который у меня зацвел джованни каннабер king ну тут тоже что-то солнца нет уже не знаю как его показать были меня удар неудачника как-то здесь вот распустились оба бутончика тогда говорила что скажу пахнет он или нет он ароматный тоже как выяснилось так неудобно мне выдержать ну здесь тоже плохо видно но вот он такой золотой он и не желтый не какой-то золотой с румянцем достаточно неплохое растение и аромат очень приятный какой-то вот нежный тоже как на чем-то чуть-чуть и чайная роза и что-то такое еще вот так вот то есть не хотела просто сказать что да он ароматит как выяснилось просто в первый день он роспуска он у меня не еще не пах как надо а и вот про нее еще хотела про эту гуаритонию про нее хотела показать это очередной букет на том же цветоносе посмотрите какие чудеса она творит вот то что крыса обгрызла мне когда у нее был первый букет первые цветы его крыса обгладала полностью у нее был вот этот еще было ответвление вот это вот вот видите здесь видно и я уже думаю ну все наверное все попроцвело чем можно было и вуаля она снова вырастила еще в бутоны ну как бы необычно тоже достаточно то что так много на одном цветоносе цветет она она как вроде представительницы я так понимаю котлей и при этом на цветоносе доращивает ответвление и зацветает тоже удивительная растенечка ну цветочки в этот раз чуть меньше чем перед этим были на первой вот этой ветке но тоже приятно мелочь а приятно ну и конечно цветонос уже не такой прям ровненький красивый там была красивая такое сердечко а тут она просто уже так в раз в разнобой ну вот такие вот сегодня растеньки немножко что хотела сказать рассказала может быть кому-то пригодится информация может кто-то спасет какую-то свою растень которую чуть не потеряли всем пока желаю всем ярких пышных цветений чтобы ваши растеньки вас радовали поэтому Продолжение следует...